приветствую дорогие друзья на нашем канале где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики экономики новости фонда рынка сегодня это небольшой обзор за четверг за 27 мая обсудим с вами ситуацию на рынке черного золота ну и ситуацию на фондовых рынках и поговорим о некоторых конкретных компаниях таких как ford газпром лукойл тот же самый полюс золота итак дорогие друзья мы начинаем и так дорогие друзья по традиции все наши видео обзоры мы с вами начинаем ситуации на фондовых рынках и ситуации сегодня складывается уже таким образом что от того позитива который творился вчера на всех фондовых площадках мира не осталось и следа мы с вами видим как азиатский тихоокеанский регион сегодня окрасился в красный цвет и китай красный япония красная японии вновь заговорили о новых ограничениях начиная с леса следующей недели с 31 мая вот это неопределенность вновь давит на японский индекс и они немного теряют но незначительно правда всего лишь три десятых процента если посмотрим мы с вами на китай то здесь вновь заговорили о торговом соглашении между соединенными штатами америки и китаем и это неопределенность тоже давит на их индексы если мы с вами перенесемся на европейский театр действий то здесь что так что футси немного корректируется вновь в рамках двух десятых процентов они окрашены в красный цвет но замечательно другое что наш российский фондовый рынок в очередной раз обновил свои исторические максимумы и чувствует лучше чем все остальные собратья по европе и здесь на самом деле удивляться-то и не стоит мы с вами этого ожидали что май июнь месяц традиционно очень сильные месяцы для российского фондового рынка у нас в разгаре дивидендный сезон и это помогает нашему рынку все-таки двигаться наверх ну и конечно же позитивным моментом является этот факт что все ждут встречи которая состоится в июне месяце снять вот эти геополитических рисков если еще в начале недели поговаривали да о санкциях со стороны евросоюза об этом и стать и говорили вчера в нашем видео то сейчас от этих санкций пока что не осталось и следа европа не хочет идти на контрактацию с москвой и конечно же здесь благоприятным моментом послужила послужили события которые произошли соседней белоруссии они отвлекли внимание европейского союза ну а если мы с вами смотрим и вообще что произошло за последние сутки в мире то вчера мы с вами получили данные о запасах нефти в соединенных штатах америки и запасы нефти кстати в очередной раз позитивные мы с вами видим что запасы понемногу но сокращаются это конечно же позитив для черного золота для игроков на рынке нефти но здесь стоит заметить еще один момент запасы запасами но стоит обратить внимание ваше и на то что насколько увеличивается бензин и до потребления бензина и самое главное для нас с вами мы по этому фактору можем оценивать восстановление экономика как минимум соединенных штатов америки это увеличение потребление того же самого керосины и это нам говорит о том что экономика соединенных штатов восстанавливается что восстанавливается те же самые авиасообщение и что это довольно таки позитивно отразится и на общей динамике всей мировой экономики не за горами до открытия туристического сезона сейчас страны ведут различного рода переговора как этот туристический сезон вовсе будет проводиться то ли требовать эти ковидные паспорта то ли не требовать эти ковидные паспорта но то что туристический сезон не будет загублен это уже остается фактом ну и конечно же этот позитивный момент для рынка нефти он не дает упасть ценам на черное золото вниз мы с вами видим что нефть болтается да вот в этом диапазоне 6770 она никуда не сюда но пробить сопротивление 70 не может но попыталась сходить на коррекционное движение пробила бы вроде как поддержку 6635 но тут же была выкуплена потому что заговорили о том что на этой неделе скорее всего будет заключено соглашение между вашингтоном и тегераном по ядерной сделке но здесь в очередной раз выходит госсекретарь соединенных штатов америки и заявляет что до заключения сделки довольно таки далеко здесь мы с вами в очередной раз вспоминаем такой момент о чем я вам проговорил эту дату необходимо запомнить это 8 июня 2021 года а что происходит 8 июня напомню вам а происходить будут выборы в иране и возможно соединенные штаты америки сейчас искусственно будут затягивать ведение переговоров потому что захотят посмотреть а что вообще будет происходить в данной стране чем закончится данные выборы возможно до произойдет какая-то смена власти и уже тогда может быть соединенные штаты пойдут на какие-то решающие саги и либо же наоборот смена власти не произойдет и тогда уже волей-неволей а придется заключать это соглашение на текущих на текущих договоренностях кстати говоря про иран здесь стоит заметить что иран 1 ну уже еще одна из стран которая временно запрещает майнить у себя криптовалюту пока этот запрет распространяется всего лишь на три месяца и чем это обусловлено обусловлено это тем что было из-за того что майнит криптовалюту ужесточается жесткое потребление той же самой электроэнергии я считаю что вот эта тенденция которая сейчас продолжается во всем мире довольно таки серьезно будет оказывать давление на весь рынок криптовалюты мы с вами видим как те же самые правительства многих стран очень негативно стали отзываться о тех же самых биткоинах ну и либо другой криптовалюты если мы с вами вновь поговорим с вами о российском фондовом рынке я как уже сказал что конечно же это позитив во многом благодаря заявлением соединенных штатов америки джо байдену который говорит что введение санкций против нашей страны это не даже не против нашей страны против северного потока 2 это контрпродуктивный и таким образом конечно же выдает авансы предстоящей будущей встречи которая состоится 16 июня в женеве и здесь немножко здесь стоит сделать такое небольшое лирическое отступление а где будет происходить так называемый вот этот саммит двух двух лидеров происходить он будет уже в историческом месте для российской федерации либо для нашей страны потому что свое время это было еще совсем был советский союз и будет происходить в отеле интерконтиненталь напомню да что весной 1985 года там впервые встретились горбачев и рейгана и именно после этой встречи рейган сделал такой вывод который ну с которым поделился своими западными союзниками о том что россии советский союз не готов идти на горячую конфронтацию западом а лишь бы ему побряться сейчас оружием и после этого были трехлетний долгие переговоры и потихонечку горячая война сошла холодная война сошла на нет также в этом же отеле встречали свое время сергей лавров и хиллари клинтон так называемая перегрузка да потому что американцы даже не сумели нашу правильную фразу слова написать перезагрузка написали перегрузка кстати тоже проходила в этом отеле но кстати слово историческое здесь почему потому что ни одни переговоры которые проходили в данном отеле никогда не завершались каким-то подписанием документов и просто встречи происходили поговорили и разошлись как минимум эта встреча вот у и горбачева и рейгана на этом и закончилась поэтому я думаю что позитив который сейчас у нас присутствует на российском фондовом рынке он будет уже остужен в середине июня скорее даже ближе к двадцатым числом когда все поймут что встреча не имела никакого делового характера дан диалог налажен но и только лишь потому что позиция российской федерации по украине и по белоруссии она я думаю что останется неизменной и конечно же позиции для торг ну для того чтобы торговаться и достигать договоренностей уже не будет ну и давайте дорогие друзья быстренько пробежимся по корпоративным событиям здесь стоит отметить что есть новости и с рынка соединенных штатов америки и есть новости позитивные и от наших российских компаний ну начнем наверное от с одной из моих любимых компаний на территории российской федерации это компания лукойл наш дивидендный аристократ который вчера отчитался показал довольно таки неплохой отчет несмотря на то что многие скептики говорят что он в зоне допустимых значений по прогнозам мы с вами видим что лукойл показал 157 миллиардов рублей прибыли против 45 миллиардов убытков в прошлом году это личный раз подтверждает те слова которые я говорил еще осенью 2020 года о том что лукойл стоит набирать что это одна из лучших компаний на нашем российском нефтяном рынке и если мы с вами посмотрим то вообще компания выглядит намного лучше чем тот же самый вообще весь нефтяной сектор российской федерации поэтому внимательно присмотритесь к данной компании если брать на дистанцию хотя бы лишь от года я думаю что уже в следующем 2020 втором году мы с вами увидим что лукойл вновь вернется хорошей выплате дивидендов и соответственно компания будет пользоваться спросом не только у российских игроков на фондовом рынке но я думаю точно также в нее вновь потекут инвестиции и из-за рубежа дорогие друзья также стоит заметить что сегодня с утра мы с вами получили отчет по нашей компании полюс золото которая тоже отчиталась и показала довольно таки неплохой отчет если мы с вами посмотрим то увидим у нее прибыли на 450 миллионов против 389 миллионов убытком годом ранее и самое главное полис сокращает свою потихонечку долговую нагрузку за первый квартал 2021 года долговая нагрузка данной компании сократилась на 16 процентов что довольно таки позитивно отразится в будущем на данной компанию мои прогнозы по данной компании вы все прекрасно знаете я ожидаю что эта компания достигнет отметки в 20 тысяч рублей довольно таки ближайшее время я делаю свою ставку на золото очень много раз говорил чем это связано это конечно же и с ростом инфляции ну и конечно же связано с тем что многие правительства мира сейчас крайне негативно относятся к рынку криптовалют и идет такая перекачка денежных средств из крипты в то же самое золото поэтому мы сейчас уже с вами видим что само золото торгуется на уровнях близких 1900 пытается преодолеть это важное сопротивление преодолев его мы с вами можем уже рассчитывать и на дальнейшее движение уже к двум тысячам и можно сделать осторожный такой прогноз что тем же самым к тому же самому августу 2021 года золото смело может торговаться в районах 2 200 напомню в августе месяце кстати 2020 года золото потихонечку начало корректироваться и падение составляло ниже отметок 1700 после того как владимир путин в августе месяце прошлого года заявил о том что появилась вакцина но вроде бы считали что возьмут пандемию под контроль но вот уже прошел почти год а пандемия как продолжает свирепствует так и продолжает еще долгое время я думаю это будет происходить хотя многие страны заявляют о том что вакцинация идет полным ходом но пока особо сильного влияния это не оказывает ну и конечно же дорогие друзья пару слов стоит сказать об американском фондовом рынке только что вот буквально несколько минут назад буквально за несколько минут до начала записи данного видео я пока еще даже ехал не припарковался вышли данные по пособиям по безработице и как мы видим с вами первичные заявки на пособие по безработице показывают очень и очень положительную динамику намного лучше прогнозов об этом обо всем я писал в открытом телеграм-канале ссылка на него есть в описании и в закрепленном комментарии заходите подписывайтесь чтобы получать новости с в одном источнике на нашем телеграм-канале собираются новости с различных источников и здесь опять-таки вроде бы и данные позитивные мы с вами видим до что потихонечку рынок труда соединенных штатов америки восстанавливается следовательно восстанавливается и экономика соединенных штатов америки уже 404 до 1000 мы с вами получаем но идеальный вариант для это 250 тысяч но такими темпами как идет уровень труда как потихонечку восстанавливается уровень труда в соединенных штатах америки я думаю что уже концу лета началу осенью 2021 года рынок труда потихоньку восстановится а главным таргетом как раз таки для федеральной резервной системы является как раз таки рынок труда все это нам будет говорить о том что позитивные данные с рынка труда скорее всего очень сильно повлияют на то что федеральная резервная система первоначально начнет выключать свой печатный станок потому что потихонечку экономика должна справляться и без помощи этого и уже начнет задумываться о том а не поднимать ли нам ставки именно поэтому следующая предстоящая торговая неделя для нас с вами дорогие друзья будет крайне и крайне важно потому что на следующей неделе мы с вами уже будем получать данные с рынка труда а уже через три недели 15 июня 2021 года состоится заседание федеральной резервной системы на котором я думаю будут сделаны довольно таки серьезные громкие заявления там уже мы с получим данные и по инфляции и федеральная резервная система будет обладать полным инструментом и скорее всего в июне месяце федеральная резервная система уже покажет нам такую довольно таки жесткую риторику в адрес того что будет снижаться печально заговорят уже все больше и больше о повышении ставок ужесточение денежно-кредитной политики но опять-таки это лично мое мнение что по этому поводу думаете вы обязательно напишите в комментариях ну и отрадный факт конечно же это новости с американского фондового рынка в частности новости от компании ford которая вчера сделал довольно таки громкое заявление и мы с вами увидели что акции компании ford показывают довольно таки серьезную положительную динамику они намерены вложить более 30 миллиардов долларов в разработку тех же самых электро мобилей это даже больше чем то те же самые general motors и на фоне всего этого акции пока скачали вверх если вы многие спросят почему я отслеживаю ford ну кто следит за моим личным инстаграмом и в декабре месяце я менял себе как раз таки машину приобретал ford mandel и моя любимая мой любимый способ до покупать какие-либо акции в инвестиционный портфель это то чем я пользуюсь сам если я ездил свое время на volkswagen я покупал акции volkswagen и об этом ни капельки не пожалел я езжу сейчас на ford и и соответственно в декабре месяц когда я покупал себе ford я купил себе акции и сейчас полностью доволен и здесь не только из-за того что я сам пользуюсь данной компанией но я считаю что даже по текущим ценам до в районе от 30 до 13 до 14 можно смело брать довольно таки такой среднесрочную спекулятивную позицию и я думаю что в очень ближайшее время акции данной компании достигнут отметок 16 17 можно даже пофантазировать и такой более оптимистичный прогноз дать до 18 долларов за одну акцию конечно же эти эта компания может дойти поэтому даже ради короткосрочные краткосрочной среднесрочной спекуляции данную компанию можно себе взять ну и напоследок закончу все-таки такой неприятной новостью с нашего фондового рынка в очередной раз наш крупнейший банк с государственным участием банк втб подкладывает свинью своим акционерам и заявляет о том что по привилегированным акциям скорее всего будет уменьшен состав дивидендов начинаются старые песни о главном часть 2 и мы с вами прекрасно помним 2020 год когда втб довольно таки неплохо прокинул своих акционеров ну и то же самое в очередной раз втб делает уже и в этом году поэтому иметь эту акцию я еще раз повторяю с точки зрения каких-то спекуляций себе ну наверное не особо стоит а вот в инвестиционной части допускает банк конечно же лежит я прогноз свой не меняя потому что они сделали оптимистичные прогнозы на следующий 2022 год и итог по итоги на 2021 год что 67 копеек по втб мы увидим но такая нестабильная дивидендная политика данного банка лично мне не нравится спекулировать на таких новостях не очень приятно лично для меня этот банк вот чисто так в инвестиционной части лежит и лежит и покупать его под дивидендные сезоны ну довольно таки крайне опасно у них меняется настроение каждый месяц в апреле они говорят одно в мае они говорят другое в июне они будут говорить третье дорогие друзья ну вот такой небольшой обзор у нас сегодня с вами получился если мы с вами вспомним до воскресный выпуск когда была рубрика ежедневник инвесторы я говорил что неделя не очень богата на события и она будет такая будет довольно таки спокойные поэтому и обзоры у нас на этой неделе довольно таки спокойные и ничего особо серьезного они пока что не предвещают да намечаются какие-то изменения мы с вами это прекрасно наблюдаем и в банковском секторе соединенных штатов америки но об этом мы уже будем с вами говорить в субботу когда будем подводить итоги недели есть довольно таки неплохой материал он требует отдельного видео чисто по банковской системе соединенных штатов америки там есть очень интересные моменты на которые обязательно стоит обращать внимание которые могут довольно таки неприятно повлиять на решение федеральной резервной системы если вам сегодняшний обзор понравился обязательно поставьте лайк если видео не понравилось ну тогда ставьте дизлайк обязательно пишите свои комментарии позитивные негативные критику по хвалу вопросы по мере своей компетенции я стараюсь на эти вопросы вам отвечать единственная просьба пишите комментарии хотя бы больше пяти слов это помогает данному youtube каналу развиваться и дальше также не забываем подписываться на канал назову нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши следующие видео конечно же спонсируйте наш канал ну и дорогие друзья не забываем про наши социальные сети это инстаграм и телеграм-канал ну и яндекс джен я же с вами на этом сегодня уже буду прощаться кстати говоря пару слов да по скриптам так называемый про лигу чемпионов все нут ставки которые я вам вчера огласил как раз таки они зашли 2 из 3 я к сожалению ошибся по угловым 9 с половиной они не натянули но к сожалению до одного углового не хватило но ставка то том что две total больше двух с половиной на желтой карточке четко зашел во втором тайме как и говорилось что во второй тайм будет более открытый так она на самом деле и получилось ну и я рад тому что вели реала победил но эта ставка была такая против фаворита но я рад что моя ставка все-таки сыграл кто послушал меня даже на этом вчера мог неплохо и заработать продолжается сезон отчетности сегодня были дневные отчеты они меня особо сильно не впечатлили если вчера наоборот сыграли именно дневные отчеты nvidia немножко подразочаровала несмотря даже на то что отчет у них был и хорошие но некий негативчик у игроков есть и они не особо сейчас верят что nvidia во втором квартале покажет такой же результат поэтому они и просели сразу же после выхода отчета сегодня тоже вечер очень богат на отчетам с ребятами из закрытого чата сегодня тоже поспекулируем и там будут хорошие ракеты ребятам уже написал на каких компаний стоит обязательно обратить внимание ладно дорогие друзья это уже отдельная лирика если еще раз говорю вам видео понравилось поддержите лайком и комментарием больше пяти слов пока пока